Как вы заметили, у нас каждый день в программе конференции есть научная часть, это доклады, утренние и дневные заседания, и есть такая практическая часть, которая завершает каждый день. И вот сегодня эта практическая часть нашей конференции будет опять-таки связана с издательством «Живоносный источник». И я попрошу Олега Алексеевича Бычкова рассказать нам о публикациях издательства, именно издание духовной музыки меня интересовали, то, что они издали за, наверное, десятилетия последние, получается, собрание духовных сочинений и трудов отечественных композиторов. Поэтому я вам плавно передаю слово. Спасибо. Благодарю. Ну, к презентации я не так готовился, как к творчеству Голованова, поэтому, возможно, она у меня немножечко пройдет скомканная. Можно вторую папочку тогда открыть, презентация. О ранних книгах я расскажу более коротко. Тех, которые уже ближе к концу, не к концу, а ближе к нашему времени, наверное, немножечко побольше расскажу. Вот это издание Ивана Алексеевича Гарднера. Всё, я не смог, конечно, принести. Всё, двухтомники я только первые тома взял, а какие-то вообще не взял, потому что иначе мне просто на тележке нужно было всё это сюда привозить. Вот это издание духовных сочинений Ивана Алексеевича Гарднера, которое вышло в 2008 году. Я уже на одной из конференций давно здесь о нём рассказывал, об этом сочинении, об этом сборнике. В 2007 году к нам обратился настоятель храма Всехскорбящих Радостей Сан-Франциско, протерей Пётр Перекрёстов, и предложил сделать такую публикацию. Но это была просто идея его в сочинении Гарднера духовных. Надо отметить, что было тогда такое время, когда, если вы помните, был процесс объединения церквей, РПЦЗ и РПЦ, православная церковь за границей, и православная церковь, русская православная церковь, такое время духовного подъёма. И тогда в издании приняло очень много, участие приняло много людей из разных стран, из Англии, Франции. И, кстати, один из участников конференции, ортодиакон Иван Георгиевич Дробот-Тиханицкий, тоже помогал тогда нам с этим изданием, написал примечания к этому изданию. Издание... В сборник включено где-то около 78, если я не ошибаюсь, песнопений, которые написаны были Гарднером, изданы за рубежом, до войны, во время войны и немного после войны. Это издание «Луч», издание «Русский пастырь», некоторые другие по стопам Христа. Также включено сюда статья Светланы Георгиевны Зверевой о творчестве Гарднера и статья самого Гарднера о переложении древних напевов, которая тоже публиковалась дважды за рубежом, в 1936 и, если не ошибаюсь, в 1972 году. Из списка сочинений Гарднера, который самим был составлен, тоже, если не ошибаюсь, там где-то около 110 песнопений значится, здесь опубликовано около 78, больше половины, скажем так. Дело в том, что архив Гарднера, музыкальный архив сгорел, и песнопения свои он восстанавливал по памяти в нотных тетрадях. И вот с Борисом Даниленко как раз существуют вот такие вот тетради Гарднера, в которых он восстанавливал свои песнопения по памяти. У нас в публикацию включены те сочинения, которые были именно изданы еще тогда, когда архив Гарднера существовал. Вот это вот такое вот было издание 2008 года. Можно слайд вот это, Иван Алексеевич Гарднер. Можно дальше. собрание сочинений Диакона Сергия Трубачева. Работа на полном собрании богослужебных песнопений Диакона Сергия Трубачева продолжалась в течение 11 лет, с 2007 по 2018 год. Итогом стал такой вот двухтомник. Вы видите три книги на экране, потому что второй том в двух книгах. Тоже книга основана на автографах композитора, хранящихся на данный момент в семейном архиве Трубачева у его дочери Марии Сергеевны. В первый том вошли песнопения стеночного бдения и литургии для смешанного и однородного хоров. Второй том – песнопения Минеи. Третий том – вторая книга второго тома. Это песнопения Триоди постной и цветной, песнопения Молебна, песнопения Венчания и песнопения Отпевания избранные. Также песнопения службы «Тысячелетие Крещения Руси» и концерты. Можно следующий слайд дать. Это диагноз Сергий Трубачев, последние годы жизни своей. Собрание Трубачева представляло собой тоже достаточно большой архив, около трех толстых папок. И основывались автором публикации этой были священник Михаил Асмус и Наталья Станиславовна Асмус с преподавателями Свято-Техноско-гуманитарного университета, которые работали с архивом, систематизировали этот архив, сверили его со списком сочинений Трубачева, которые он составил перед своей хиротонией в конце жизни в 1995 году и добавили туда те песнопения, которые он, видимо, забыл внести. И вот на основе этого составлен полный список. Во все сборники входят также статьи, как дочери композитора Марии Сергеевны Трубачева, которая вспоминает о своем отце, так и Наталье Станиславовне Асмус и отце Михаила Асмус о творчестве Трубачева, и также статьи самого Сергея Засимовича о музыкальной жизни Сергеева Посада, о колокольных звонах и некоторые другие. Можно следующий. Это автограф Трубачева. Я его включил для того, чтобы вы посмотрели, насколько композитор был идентичным, скажем так. Можно дальше дать следующее слово. Вот сейчас вы видите издание сочинений, собрание сочинений Виктора Сергеевича Калинникова, которое вышло в Америке. Издательство «Мюзика Русика», руководителем которого является Владимир Мадрозан, выпустило этот сборник в 1988 году. Я долго искал, какой год издания, нигде не указано, ни на титуле, ни на каких выходных данных, только на какой-то маленькой страничке в конце примечания я увидел «Мюзика Русика» 1988. Достаточно рано только Владимира можно похвалить за это, что в такие ранние годы уже издавались духовные сочинения. Я знал, что этот сборник существует, и давно было обидно за державу. Почему мы не издаем такой сборник? Всего 24 песнопения было написано Виктором Сергеевичем Калинниковым. Вот, какие есть уже у меня этот сборник. Можно следующий слайд дать. Всего написано 24 песнопения. Все они были изданы издательской фирмы «Юргенсон» с 1904 по 1918 годы. И вот на основе этих изданий, а также на основе его 12 автографов, которые хранятся в фонде «Юргали», можно следующий слайд дать, выпущен этот сборник. В тот сборник, который был издан в издательстве «Мюзика Русика», вошла вступительная статья и примечание Марии Павловны Рахмановой. Я тогда тоже к ней обратился, попросил тоже сделать вступительную статью к этому сборнику. Мария Павловна сказала, что она ничего уже не имеет лишнего добавить, и она просто попросит Владимира, чтобы он ей разрешил и в этот сборник дать такую же статью. Но в результате все-таки пришлось кое-какие вещи доработать. Прошло достаточно много лет, и появились некоторые факты, которые Мария Павловна сюда внесла. И также были составлены примечания к этим песнопениям. Можно следующий слайд дать. Вот здесь как раз титульный лист издания «Юргенсона», на котором отображены все 24 песнопения, которые он издал. Ну, кроме всего прочего, должен похвастаться, чего нет у издания «Музыка Русика», это такого еще фотоматериала. Можно дальше создать? Я не помню, что там дальше. Это уже следующая книжка. Нет такого фотоматериала, который мы тоже включили. Это тоже из фондов Музея музыкальной культуры имени Глинки, из собрания «Ргали». Здесь фотографии Калинникова, его учителей, фотографии его отца-матери, фотографии его брата Василия Калинникова, дом, где они жили в Орле, супруги, и также автографы, которые я только что показывал. Дальше идет у нас собрание духовных песнопений Братырея Георгия Избекова, которое было издано нами в 2019 году. Инициатором публикации стала Мария Павловна Рахманова. Как-то видела у нас в издательстве огромную папку с собраниями его песнопений и сказала, что Олег Алексеевич, это надо издавать. Я говорю, я не знаю, как можно издавать тут столько работы, ну не на один год. Ну, так получилось, что как-то все само собой с легкой руки Марии Павловны всегда получалось все очень быстро и легко. Поэтому она сказала, что я напишу замечательную ступительную статью, все будет очень интересно и информативно, вы только сделайте. И действительно, вот получилось два таких тома. Здесь, конечно, не все духовные сочинения Братырея Георгия Избекова, далеко не все, но те, которые мы нашли, были в нескольких архивах находились. Это все частные архивы, частные собрания. Можно следующий слайд дать. Здесь немножечко вкладочка к этому сборнику. Я показал, это вот как раз Братырея Георгия Избекова в молодости, супруга своей, его автограф, в которой песня сходила царица, которую он посвятил своей дочери. Следующий слайд. Здесь фотографии, если я не ошибаюсь, десятых годов и печать его, которую он ставил на свои рукописи и на те рукописи его песнопения, которые он просматривал. Таким образом, появлялись авторизованные копии. Хотя бы он просматривал их, если там стоит печать или какие-то его пометки. Можно дальше. Это титульные листы сочинений, которые он издавал самостоятельно. Ни у какого издателя, просто вот сам человек печатал тираж и издавал. Они, конечно, тоже все включены в издание. Следующий слайд. Эти сочинения были изданы издательством Киреева в Петербурге. Следующий слайд. Здесь храм в Перловке Донской иконы Божьей Матери, в которой последние годы служил Портери Георгий Извеков и его снимки из личного дела НКВД. 1937-й, по-моему, 1936-й год. Следующий слайд. Здесь показаны как раз архивы. Это архив архив регента Виноградова, который был регентом в подмосковном Пушкино и каким-то образом видимо он общался и с его братом и с ним, поскольку все это в Перловке, где станция, где служил Портери Георгий Извеков и вот это Пушкин на одной дороге находится. Каким-то образом все-таки доходили до него сочинения Портери Георгия Извекова и он их переписывал. Переписывал со всеми пометками, хотя не очень так скажем аккуратно, иногда приходилось даже расшифровывать, но тем не менее это одни из рукопсий, которые вошли в собрание в эти двух томник. Следующий, пожалуйста. Следующий источник это архив нотной тетради священника Портери Бориса Писарева настоятеля храма Пимена Великого. Он был большой любитель церковного пения, коллекционировал ноты, у него был замечательный хор и у него была такая вот тетрадь, подаренная Георгием Извековым из его песнопений. Скорее всего, даже она не подарена была, а написана почерком самого Портери Бориса Писарева большинство песнопений. И титульный лист, на котором расписался Портери Георгий Извеков, поставил свою печать, что это посвящает песнопение. И также в этой тетради вклеено несколько автографов Портери Георгия Извекова. Иногда встречается можно следующий слайд дать. Иногда встречается здесь автографы из этой тетради, а иногда встречается просто сочинение, написанное почерком Портери Бориса Писарева, и стоят какие-то пометки, рукой Извекова сделаны, и печати стоят. Следующий слайд. Это архив Семенова. Это был такой коллекционер тоже духовной музыки. Проживал он в городе Советске, кукарка на Вятке. Это Кировская область. После его смерти существовало несколько таких изданий, несколько таких тетрадей, которые здесь отображены, в которых он собирал именно тома, это было три тома, он собирал песнопения Георгия Извекова. Каким образом они до него доходили, я тоже не знаю, но они все тоже переписаны педантично, очень все аккуратно. И два из этих тома потом после его смерти забрали в музей музыкальной культуры, а один том почему-то сотрудники музея либо не заметили, либо что, я не знаю, не попал он к ним, но он обнаружился в собрании отца Матфея Мурмуля в лавре. В него же были вложены фотографии, как раз в этот том одна из фотографий на оглушке находится, и две, которые я показал в начале. Можно следующий дать слайд. это тоже почерк как раз вот этого Семенова. Вот так выглядели эти тетради. Следующий и последнее собрание, которое тоже было включено в эти тома, это собрание Василия Васильевича Локтева, известного регента, духовного композитора и основателя ансамбля известного впоследствии детского. Василий Васильевич тоже собирал и коллекционировал много духовных песнопений, и собрание его находится в Андреевском монастыре в библиотеке Министерства Алексея. Вот так вот они выглядели, тоже очень красиво, педантично выписанные следующие тоже они следующие это автографы это автографы можно сказать последние практически автограф 36-й по-моему год если я не ошибаюсь антифоны Великого Пятка которые тоже вошли в это собрание следующие тоже самое следующие икона священномочим Георгия Звекова сейчас почитают в Бутове и есть его икона и также в Перловке очень его почитают даже фильм выпустили кому интересно могут набрать фильм о Георгии Звекове там они рассказывают очень много интересного следующие это собрание духовных песнопений священника Василия Зиновьева мы обязаны тем что мы узнаем все больше и больше об этом человеке такому музыковеду ярославскому музыкальному историку ярославского края педагогу регенту Людмилу Александровне Зумер как я говорил про Ольгу Ивановну что Голованов стал членом ее семьи так вот Зиновьев стал членом ее семьи дальше увидите ролик небольшой где во время презентации Людмила Александровна рассказывает об этом издании и там ведущий говорит что более 20 лет Людмила Александровна занимается изучением творчества Зиновьева он немножко слукавил Людмила Александровна занимается изучением творчества Зиновьева ну годов с 80-х наверное вот и у нее собрался очень большой архив из которого можно составить целую музейную экспозицию до этого о творчестве Зиновьев наверное те кто поют в православных храмах посещают знают два известных его произведения это с нами Бог который поется практически в каждую вечернюю рождественскую и крещенскую в храме Христа Спасителя и песнопение искупил на Иси седалим после 15-го антифона Великого Пятка вот удалось собрать вот такой вот такой вот толщины сборник с его песнопениями благодарю Дмилу Александровне можно следующий слайд вот это как раз Дмила Александровна на презентации в Ростове Великом в 2000-м году презентация этого издания следующий слайд тоже она же следующий вот эта вот часть скажем так малая часть материалов по которым все это песнопение только которые были изданы где-то кроме всего прочего что он был известным композитором духовным он был еще и дирижером у него был замечательный хор он был замечательным педагогом написал несколько работ посвященных преподаванию в школах хорового пения и также начал такую работу воспитание хора постановка хора но к сожалению не закончил следующий слайд в Белой Палате Ростовского Кремля состоялась презентация книги Людмилы Зумер священник Василий Зиновьев собрание духовных песнопений эта книга создавалась в рекордно короткие сроки несмотря на то что исследовательская работа и поиски шли больше 20 лет книга уникальна тем что это почти полное собрание сочинений отца Василия Зиновьева это впервые у нас в России здесь опубликованы новые сочинения которые вообще никогда не публиковались даже при жизни отца Василия Зиновьева мы их набирали с рукописи несмотря на то что этот ковидный кажется такой печальный неудачный год для меня он был очень творческим радостным и продуктивным мы еще в этот год издали песни Зиновьева быть площадкой для презентации книги для музея не просто почетная миссия это связь времен и событий как оказалось главный герой книжки Василий Зиновьев 134 года назад в своей школьной юности часто бывал в ростовском Кремле чему есть документальное подтверждение это как машина времени определенная которая у нас тут появилась ведь в этих же стенах в 1887 году есть запись соответствующая в журнале посещение был ученик учащийся 4 класса Василий Зиновьев который приходил сюда он бывал часто в этих стенах Белой палаты Ростовского Кремля и как раз таки те камертоны которые здесь выставлены он работал с этими камертонами действительно уникальная история презентуемый сборник основан на прижизненных публикациях и автографах сочинения Василия Николаевича Зиновьева музыкальное наследие известного Ярославского регента композитора и педагога-священника впервые представлено в этом издании почти в полном объеме Ну здесь действительно почти полное ну конечно не полное и оно никогда не будет полным потому что к Людмилу Александровне постоянно поступают какие-то материалы каким уж это образом происходит я не могу догадаться просто к ее рукам все прилипает связанное с Зиновьевым кроме я думаю что если вы ее пригласите на вашу следующую конференцию у вас будет очень интересный замечательный рассказ от первого лица об этом композиторе вот очень такой интересный рассказ здесь тоже хотелось бы немножечко о нем вспомнить он кроме всего что я уже сказал он еще был участник Первой мировой войны был полковым священником здесь вот вы видите участвовал он был полковым священником 206-го сальянского полка как раз в Галиции все идет по кругу у нас поэтому вот как раз военные действия в Галиции велись вот следующий слайд пожалуйста вот здесь он с офицерами штаба верхняя фотография а внизу во время Рождества они отпевают погибших солдат следующий слайд это он своим сыном вернулся в 18-м году после Первой мировой войны и как раз начал вот это дальше рукопись его работы постановка хора воспитания хора где он тоже начинает затрагивать очень интересные вопросы о хороведении которые потом Павел Григорьевич Чесноков разобьет следующий а вот как раз книга Павла Павла Григорьевича Чеснокова хора управления им в первоначальной редакции к сожалению нет сейчас здесь автора этой публикации Натальи Юрьевны Плотниковой которая сказала бы более интересно конечно эта книга заняла первое место к нашему большому удивлению заняла первое место в конкурсе ежегодном конкурсе Института искусствовознания можно переключить в конкурсе в разделе публикации хотя мы ее не номинировали никуда но вот так Институт искусствознания ее Наталья Юрьевна как тоже сотрудник Института искусствовознания там тоже показывала вот и они очень прониклись и эта книга заняла первое место в конкурсе в 2003 году по итогам 2003 года что можно сказать книгу хора управления им наверное знает каждый хоровой дирижер по крайней мере слышал что такая книга существует она входит в учебный план но как бы поэтому переиздание такого труда в общем-то как бы сказалось ничего особенного если бы не такая надпись первоначальная редакция эта редакция которая была задумана Чесноковым после его окончания консерваторией в 2017 году в 1917 году он берется за написание этой книги посвящает он эту книгу церковным хорамом и в эту книгу входит включает огромное количество примеров из духовной музыки из советской не включает ничего как мы знаем потом все эти примеры были Чесноковым из книги убраны и оставлено всего около 11 примеров и то они были заменены на примеры из светской музыки можно дальше дать вот это как раз первое издание Чеснокова вот обратите внимание как Чесноков выглядит когда книга уже вышла давайте попробуем посмотрим дальше что это второе издание книги 54-го года под редакцией Серафима Владимировича Попова под редакцией Серафима Владимировича Попова Попов очень сильно редактирует эту книгу пишет большое предисловие в котором он пишет сообщает что он со многими вопросами изложенными в книге Чеснокова не согласен сообщает что он что-то сокращает что-то вообще убирает и возникает вопрос зачем он тогда вообще берется за публикацию этой книги раз его так много положений книги Чеснокова не устраивает возможно конечно нам сейчас легко судить а тогда может быть вообще это была единственная возможность опубликовать повторно эту книгу следующий это Клавдий Борисович Птица редактор третьего издания 61-го года который как раз знают большинство по которым все учились он как бы реабилитирует Чеснокова рассказывает он какой-то замечательный был исполнитель что по воспоминаниям Данилина никто не мог настроить лучше хор чем это делал Чесноков рассказывает очень много хороших вещей Чеснокове это издание по этому изданию было выпущено издательством Лань современная публикация но тем не менее и в этой публикации исчезают многие моменты за которые в общем-то Чесноков все время и укоряют и говорят что почему он не так подробно раскрыл изложенные им какие-то положения и не привел музыкальных примеров на самом деле Чесноков все излагал достаточно подробно даже в некотором вроде немножечко занудно как дирижер он повторяет и повторяет и повторяет и вроде бы уже все понял и он и с этой стороны подойдет и с этой стороны подойдет но такое неспешное его изложение материала тоже своего рода очень интересно потому что к языку Чеснокова мы как бы не привыкли до сих пор мы видели только язык редакторов которые в то время была такая тенденция излагать сухий материал убирать всякие отклонения от лирических отступления объяснения сравнения там вот он сравнивает с молоком например все это как бы казалось в то время ненужным лишним надо было излагать только суть следующую вот вы помните то то изображение Чеснокова когда книга первая вышла а вот это как раз Чесноков в 17-м году закончил консерваторию и вот как раз взялся за написание книги следующее здесь храмы где Чесноков регентовал Успенский собор Кремля где он был помощником регента Орлова храм Косьмой Дамиана в Шубине дальше храм Троица на грязях и храм Василия Кесарийского на Тверской и Емской который снесен от него ничего не осталось сейчас там дома стоят здесь автографы по которым набиралось на которых основывалось вот это издание как вы видите видите а здесь посвящение значит вам русские регенты стремящимся к познанию искусства своего посвящая настоящий труд свой он менял посвящение несколько раз посвящал и Смоленскому своему учителю и Петрову Петрову Боярину редактору журнала Хоровой Регинской Герой безвременно ушедшему это его друг был и здесь можно следующий дать тоже слайд видите он свою рукопись он оформлял очень красиво вырезки из журнала Хоровой Регинской Делой таки вот следующие вот посвящение уже окончательно которое появилось как раз вот вам ищущим стремящим познание искусства своего Чесноков упорно еще пока в 17-м году несмотря на все события пытается написать хотя бы первую часть посвятить ее все-таки церковному хору но к концу уже десятых в начало 20-х годов он понимает что ему не удастся все-таки опубликовать такое издание и пересматривает перерабатывает многое зачеркивает вот сейчас вы видите как раз вот такие рукописи которые три раза перечеркнуты и накрест перечеркнуты бывает в общем там приходилось очень много разбирать следующие это вот как раз Болислав Леопольдович Егорский который известный тоже музыковед который в то время работал редактором Музгиза который как раз на 10 лет отложил публикацию книги которая была готова к 30-му году но его отзыв о работе Чеснокова затормозил публикацию на 10 лет пишет что своей работой Чесноков подытоживает всю русскую духовную музыку сейчас как бы наверное он и правильно написал казалось бы нам с высот своего времени а тогда это был просто приговор что хотя там уже о духовной музыке ничего не упоминялось в этой работе следующее здесь как раз композитор к которым обращался Чесноков за помощью понимая что в 30-м году когда Музгиз заворачивает уже вторую подачу материала к этой книге Чесноков обращается к Крахманинову обращается к Гречанинову они в общем-то что говорить вежливо просто ему отказывают говорят что сейчас не время для таких публикаций а с другой стороны а когда было время для таких публикаций никогда его не было но тем не менее как-то люди стремились давать единственное кто откликается на его просьбу это Сван Альфред Сван который пытается перевести говорит что на русском языке однозначно никто не сможет сейчас эту книгу невозможно будет опубликовать но у него есть издатель который может если это все будет переведено на английский язык и Сван и его брат они переводят первую часть на английский язык и то что сейчас издал Владимир Морозан как раз основано вот на этом переводе Свана следующий здесь как раз те педагоги консерватории которые помогли все-таки опубликовать эту книгу здесь Александр Никольский Александр Васильевич Александров и Николай Данилов они как-то все-таки написали какое-то обращение и книга все-таки была принята к рассмотрению и Данилов с Александровым потом помогали Чеснокова редактировать это издание следующее здесь Чесноков поздние годы в хоровом классе работает и среди педагогов и студентов консерватории это все из нашей вкладки в книги в книгу следующее здесь как раз пример регистра тембровой системы о которой рассказывает Чесноков сейчас уже наша докладчица из Белоруссии рассказывала как должен стоять хор что он должен на определенном расстоянии друг от друга находиться все это тоже описывает Чесноков что он разные расстановки показывает в прежнем издании была одна таблица только расположение хора а на самом деле Чеснокова было три таблицы малый хор средний хор большой хор регистры тембровой системы вот эта интересная которая тоже подвергалась критике но тем не менее она имеет место быть и наверное еще ее возможности до сих пор полностью не раскрыты следующее вот такие вот схемы расстановки хоров Чесноков публикует тоже образец регистра тембровой системы на примере духовных песнопений следующее а вот здесь как раз изображено с левой стороны это тот портрет Чеснокова который был во втором переиздании в переиздании книги под редакцией Попова а с правой стороны отображен вот как раз оригинал портрета с которого все это было сделано это такая мастерская московского известный фотограф Напельбаум мы он любил фотографировать на таком экспрессивном фоне вот ну такое художественное фото да сделано видимо все морщинки каждый волосик видно у него и на бровях и на усах а здесь вот с левой стороны это вот то что советские редактора сделали с изображением они сошли его слишком каким-то экспрессивным ненужным и немножечко вот так вот причесали в общем-то тут видно как раз то что книга как она задумывалась и книга как она вышла вот примерно наглядно можно сказать на портретах это отображено вот ну на этом наверное ну об этой книге вообще бесконечно можно рассказать вообще можно целую лекцию несколько часовую и о том как как зарезали его издание вот этой фуги Березовского можно рассказать бесконечно как Чесноков расстраивается и как он писал уже и хотел его представить как борца угнетенного капиталистами этого бедного Березовского лишь бы только ее опубликовали и пытались там заменить текст на дорасширяются колхозы восстановляющие силы земли чтобы только опубликовали эту фугу но тем не менее ее опубликовали в разделе в разделе как же называется контраплотических сочинений но опубликовали без текста и без динамических указаний как раз динамических указаний в фуге как раз подробно все расписывает Чесноков в каждом такте он расписывает какие динамические указания надо проставлять а ее опубликовали и без текста и без динамических указаний и в приложении а в последних изданиях она вообще исчезает эта фуга хотя ссылка на нее остается вот в таком виде книга до сих пор существовала но надеюсь что мы справедливость установили и это издание своего читателя тоже найдет спасибо аплодисменты аплодисменты подробно адрес пешкет динамич аплодисменты я